Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу показать бесплатный плагин на WordPress, с помощью которого вы сможете реализовать диаграммы, графики, анимированные на вашем сайте. Внедрять графики можно шорт-кодом в статьи или на странице. Вот страница плагина. Все ссылки я оставлю в своей статье. Соответственно, ссылку на статью я оставлю под этим видео. Итак, плагин у меня уже установлен. То есть название его вы можете по этому названию найти в плагинах. То есть перейдете в плагины «Добавить новый» в поле поиска. Ставите название, найдете его после установки и активации. Он у вас будет вот здесь вот в меню. Давайте зайдем. Также вы можете создавать неограниченное количество графиков для разных страниц и статей. Создадим первую. Нажимаем «Добавить новый». Пишем заголовок. Ну, то есть этот заголовок абсолютно для вас. На сайте он отображаться не будет. Дальше мы видим, нам предлагают вставить либо шорт-код уже готовый, либо внедрить это в Custom Templates PHP, вот этот код. Более сложный вариант. Даже сейчас еще не рассмотрели с вами настройки. Если я нажму «Сохранить» и перейдем все диаграммы, вот так вот формируются списки ваших диаграмм. Точнее, вот наш первый, и вы создадите еще, добавить новую еще и еще. Они у вас все здесь будут списком. И сразу отсюда, то есть даже не заходя, можно получить шорт-код. Давайте сразу и попробуем вставить, к примеру, статьи. Я перехожу в какую-нибудь статью, вот, допустим, перед текстом. Просто вставляю данный шорт-код здесь, нажимаю «Обновить». После обновления заходим в статью. Вот так вот у нас внедряется пока что пустой график со своим названием. Вот она, вот такая у нас табличка. Давайте теперь на ее примере рассмотрим настройки данной диаграммы. Первая настройка, ширина ее по умолчанию в 100%. Можно попробовать поставить 50% и посмотреть, как она будет себя вести. То есть вот так вот примерно она уменьшается. Здесь уже выстраиваете так, как вам нужно. Я верну 100%. Дальше у нас есть три типа. Как это будет отображаться? Давайте вот, который у нас выбран по умолчанию, линия, да, line. Так его и оставим. Вы выбираете, какие месяцы вы хотите, чтобы участвовали в вашем графике. Давайте я пишу «Апрель». У меня здесь я уже тестировал. Пускай вот у меня будет через запятую. Май, июнь, июль. Вот. Если мы сейчас обновимся сразу, чтобы понимать, на что это влияет. Внизу у нас вот подставляется, видите, «Апрель», «Май», «Июнь», «Июль». Соответственно, сама вот эта сетка, она будет увеличиваться, да, с увеличением месяцев. Добавляете месяц, получается, добавляется еще колонка. Следующая настройка «Даты». Есть кнопка. Если мы на нее нажимаем, это вот как раз-таки та линия или тот столбик, который будет отображать какие-то данные. Допустим, это будет заголовок. «Демо 1». Давайте пока дату не смотрим. Смотрим дальше. «Заливка цветом даты». Можно какой-то выбрать цвет. Ползунок прозрачности. «Бордер» — это рамка. Чтобы просто мы понимали, где этот цвет, мы сейчас это покрасим. И ширина рамки. Попробуем сделать 5 пикселей. Мы ничего не увидим, потому что мы здесь. Вот это разворачивается. Причем можно создать и еще, и еще. Мы сейчас это наглядно проверим. Обязательно нужно задать вот эту дату. Нажимаем дату. И также кнопка «Add New Data». То есть добавить и еще, и еще. Это вот как раз-таки как будет выстраиваться. Давайте, чтобы лучше понимать. Поставим здесь 0. Здесь поставим 1. Здесь остается 2. Нажмем «Обновить». Пойдем на сайт. И мы видим вот такую вот линию. От 0 до 2. Вот здесь у нас мы видим 2. Также вы можете здесь поставить вообще произвольное число. Допустим, 7. Обновимся. То у нас, видите, вот здесь меняется колонка. Это именно цифры. Добавляйте «семерка». Здесь, если мы введем «Апрель», написано. Вот здесь у нас точка «Demo 1.1». Это показано, что это точка начала мая. Чтобы лучше понять, как работает график, мы можем вот здесь вот перейти на тип «Bar». Обновим и посмотрим. Первое значение мы выставили единицу. Он считает от первого месяца создания графика. Вот он до единицы поднимается. Следующая, вторая цифра, тоже единица. Он автоматически проставляет ее на следующий месяц 1. До единицы он идет. И, соответственно, в следующий месяц мы поставили семерку. И столбик у нас под июнем идет до семерки. И, соответственно, внешний вид, дизайн. Вот эта линия желтая, которую мы с вами сейчас сделали толщину 5, и фиолетовая заливка как раз-таки работает здесь. Вот эти цвета. Если мы вернемся на тип «Линия», то здесь мы не видим заливку. То есть надо понимать специфику этих настроек для разных типов диаграммы. Соответственно, мы можем это свернуть и нажать «Добавить новую». Демо 2. Цвета пускай будут те же. Здесь настройки все оставлю те же. И поставлю новые цифры. И посмотрим, как это будет выглядеть. Обновимся. То есть это еще одна линия, да, от четверки, соответственно, и выше. И толщина, и цвет мы видим, что у нас другая. Ну и тут уже посмотрите, как будет выглядеть бар. Выглядеть он уже будет вот так. Причем вы можете нажимать, перечеркивать вот эти вот названия «Демо 1», «Демо 2». Они у нас наверху, чтобы показывать чистый график определенных вот этих вот названий. То есть у меня «Демо 2». Или полностью отключаем, включаем, включаем, посмотреть все. И у нас есть вот этот еще вариант, на который нужно отдельно создавать также название, цвет, цвет рамки. И также здесь вы создаете разные значения, как она будет себя вести, и график. Давайте просто визуально посмотрим. То есть это вот такой вот круг. При наведении мыши мы видим вот эти названия. Такая вот круглая получается. Давайте оставим вот эти линии. Движемся с вами дальше по настройкам. Выберите предел натяжения для кривой границы. Можете поиграться. Здесь пример от 0.1 до 0.9. Можно здесь поставить. То есть у нас, смотрите, видите, как ведет себя кривая. Немножко изгибается. То есть на ваше усмотрение. Я не буду это использовать. 0, значит отключено. Дальше стиль. Вот этим вот моментом давайте лучше сразу я покажу. Вот здесь вот видите, где у нас выборы, где мы можем нажимать, перечеркивать. Вот у нас вместо линий здесь такие кругляши появились. Соответственно, здесь дизайн разный можно выбрать. Я ставлю также линия. Соответственно, для них же размер больше-меньше. Но я поставлю 5 потолще. Дальше следующий момент это при наведении. Давайте посмотрим, на что это влияет. У нас вот видите, при наведении вот так вот светятся в точках такие вот кружочки. То есть они становятся такими линиями. Видите, вместо кружочек линия. То есть получается, что вот эта штука влияет. Давайте обновимся. То есть они и здесь кружочки наверху, они и здесь такие точки. И вот этот огромный при наведении круг размера, это как раз таки вот здесь. Можно сделать его меньше. Дальше сама сетка. Мы видим вот эта серая сетка. Но в моем случае она вписывается в дизайн. Но цвет ей можно задать здесь. А дальше расположение вот этим вот элементом, на который мы можем кликать, можем внизу, справа, слева. Вот у нас топ это вверху, слева, снизу и справа можно выбрать. И цвет этим давайте лейблом я сделаю зеленый наглядно, чтобы понимать. Именно цвет, вот видите, название Demo1, Demo2 стали зеленые. Я ставлю их черными. Дальше переключатель отключите стиль точек. Вот здесь у нас были кругляша и теперь это такие прямоугольники. Мы отключили стиль для них здесь. Дальше можем вот это вот скрыть. Сразу наглядно покажу. Это заголовок, подзаголовок, который вот здесь мы видим. Не хотите использовать. Смотрите, идет там текст статьи и сразу идет график. Хотите использовать, включаем. Можно использовать только заголовок, придать ему цвет вот здесь, придать ему размер. И можно использовать по заголовок, также придать ему цвет, придать ему размер. И также здесь есть анимация. Если мы ее включим, то несколько видов проявлений анимации. Надо смотреть, как они выглядят. Продолжительность анимации 1 секунда стоит. 1000 миллисекунд. То есть, смотрите, какой момент, если мы сейчас сохраним, обновим. Вроде как бы ничего не изменилось. Но если мы выбираем вот этот момент, то анимации прячутся на стройке. Мы их тут вообще не видим. И вот для этого типа анимация тоже не работает. Учтите, анимация работает только для line, типа line. И здесь есть некая, внизу такая интересная вариация анимаций. Она у нас выключена. Здесь она подсказывает от 0.1 до 0.9. Это надо наглядно видеть, как это будет работать. Вот выставляю 0.9, максимальная анимация. Обновляюсь. Идем сюда. И происходит зацикленная вот такая вот, видите, анимация на этой вот линии. Видим анимацию только на желтой линии. На синей мы анимацию не видим. То есть, если я... Сейчас получается, это у нас желтое. То есть, если у нас мы перейдем в синюю, какое-то значение вдруг поменяли. Допустим, вот сделаю здесь 7. Обновить. Обновить. И тогда и синяя линия после изменения значений, видите, имеет некую такую анимацию, как будто то ли на воде, то ли на ветру. Они так колышутся, да. Некий такой, не знаю, как бы, зачем это нужно. То есть, при увеличении взгляда, при увеличении внимания. Эту анимацию можно использовать. Но она сейчас используется очень явно. То есть, вы можете степень уменьшить. Допустим, вот здесь сделать 0. Ну, скажем, 0.2 почти незаметно. И тогда она не будет так ярко двигаться. Мы видим легкую, вот такую вот небольшую, колыхается она, да, там на ветру или не знаю, как еще назвать это можно. В общем, такие вот есть моменты здесь интересные. Не знаю, как будет смотреться на мобильных устройствах. Вот сейчас я перешел через имитацию мобильного устройства. У меня маленькая, маленький график. Поэтому здесь, в моем случае, он смотрится неплохо. Он масштабируется при смене разрешения экрана, да. Если таблица будет больше, я не знаю, как она себя будет вести. Это надо смотреть, будет уже на практике. На этом я урок заканчиваю. Надеюсь, для вас он был интересным и полезным. А я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока, друзья. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в теле. 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 Продолжение следует...